Музыка Как получить билет в новое сильное окружение? Как привлекать в свое окружение миллионеров? Где научиться выстраивать долгосрочные деловые связи? Связи решают все. Ваш билет в сильное окружение здесь. Нетворкинг-кэмп в Грузии. Наш особый гость Маргулан Сесимбаев. Три дня нетворкинга с миллионерами. Новое окружение. Новые партнеры. Вы освоите глубинную экспертизу в выстраивании бизнес-связи с миллионерами. Научитесь выстраивать деловые связи с такими людьми, как я, Маргулан Сесимбаев и Олеся Бацман. Регистрируйтесь и до встречи в Тбилиси. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Динамо та збірни Радянського Союзу. В його великій колекції нагород «Золотий м'яч» кращому футболісту Європи 1986 року. Сьогодні у нас в гостях видатний бомбардир Ігор Біланов. Ігор, добрий день. Добрый день. Я рад, что наконец, столько мы пытались встретиться, мы встречаемся. Трехкратный чемпион Советского Союза, трехкратный обладатель Кубка СССР, обладатель Кубка Кубков, вице-чемпион Европы, обладатель наконец золотого мяча, приза журнала «Франсфутбол», который в 1986 году был вручен вам как лучшему футболисту Европы. Вот я с трепетом смотрю, как между нами нас разделяет золотой мяч. Вот он, этот трофей. Я очень благодарен, что вы его принесли, чтобы миллионы телезрителей могли собственными глазами увидеть, как он выглядит. Что для вас эта награда спустя 25 лет? Ну, первое, конечно, я хочу перед тобой извиниться за то, что он не мог раньше как бы быть, поэтому не от меня зависит работа, это понятно, да, ну и тем более я не живу в Киеве, как Олег, как Андрей, как ребята, которые могут давать. Ну, Киев живет в вас. Киев живет во мне, да. Ну, я все-таки Одессит, все-таки Одессит, свой город ни на что не хочу поменять. Что касается мяча, сегодня, кстати, на эту тему очень много говорили. 25 лет история, какая-то ностальгия такая, где вспоминаешь о ребятах, о тех моментах, которые происходили. Не хочу как бы ассоциировать его со своим личным, хотя понятно, что это личный приз, понятно, что ты душу отдавал и здоровье, и сердце, и все. Хочу доброе, теплое сказать слова о ребятах, с теми, с которыми я играл, ностальгия по ним, хотелось бы почаще с ними встречаться. Мяч получил, когда получал его, немножко был, может быть, не готов, да, потому что так как-то немножко внезапно пришло, хотя на тот момент, естественно, я очень, этот год очень здорово отыграл и 24 мяча забил, и практически в каждых турнирах отличался и чемпионат мира, да, и кубок кубков, где Олег и Саша Заваров и я, мы там по пять мячей забили, стали лучшими бомбардирами. Кроме этого, мы еще и показывали хорошую игру. Я думаю, этот сезон для меня был очень удачный. Не хочу не переувеличивать свои возможности, но и не уменьшать не хочу, потому что к этому шел сам. И мечтал об этом. Это золотой мяч, а вот это золотые ноги. Вас отличал пушечный удар, особенно с правой, и феноменальная стартовая скорость. Вас называли и ракетой, и шаровой молнией. Вот эта вот стартовая скорость, кстати, какая она, давайте напомним. Ну, наверное, соревноваться мало кто мог с моей стартовой скоростью. Я могу один привести маленький пример. Гадим, я 6 лет ребенку, да, но мои родители тяжело очень работали, да, и меня отдали бабушке в деревню. Ну, меня бабушка воспитывала. На козье молоке, и вот это все, да, коровья молоко. Вот на чем растут. Да, вот. Горы, деревья, все вот это. И вот ребенок, в чем я хочу сказать, чтобы детки наши учились. В 6 лет я. Ну, кто меня учил? Ну, никто не учил. Брал секундомер и бежал 40-50 метров. Причем не один раз просто пробежал. Я же могу взять мячик, да, и жангрировать там, играться с ним все время. А я именно бежал, и как можно быстрее съесть это пространство. Вот у меня было вот такое вот... Съесть пространство? Съесть это пространство вот для ребенка. И вот это было раз по 10. Я бежал впереди забор. Я пился плечом, как можно быстрее ударился в забор, и я уже показываю секундомер, как я пробежал. Класс. Не, ну ребенок в 6 лет. То есть откуда это? И босиком. И там же такие еще были такие изгибистые там во дворе эти вот, и там можно было там столкнуться и собакой, и с кем угодно, но ты об этом не думал. Ну собака бы не догнала. Да, зарядки делал с братом, да, то есть подтягивался, я подтягивался по 40 раз. Я не хочу, чтобы наши футболисты только были футболистами. Они должны уметь все. Я подтягивался. Кто сейчас подтянется 40 раз? Посмотрите на нашу молодежь. Кто сейчас 10 подтянется? Кто 10 подтянется, да. Но 40 раз подтягивался. На споры были, все что угодно. Какая самая высокая скорость у вас была стартовая? Замеряли ли? Я, если честно, не замерял. Если честно, то не помню уже, да. Но если взять даже со школьной скамьи, то просто шансов не было у никого. Причем у меня очень интересная стартовая скорость. Она не развивается сразу. Она не дистанционная. Она не 100 метров, да, там 200, там. Она 40-50 метров. Причем резко идет взрыв. Резко идет взрыв. Причем усыпляю мгновение защитника. Причем даже могу стоять с ним спиной. Он 3 метра 4 может стоять сзади меня. Я усыпляю его мгновение и резко делаю этот разворот. Научился, видимо, это... Научился, наверное, скорее всего, это... То же у бабушки в деревне, где я лазил по этим всем, взрывался, бежал куда-то. Можно детей направлять к бабушке в деревню туда? Я думаю, было бы не самый худший вариант. Они, во-первых, здоровенькие бы выросли, потому что бабушки за ними бы ухаживали. Во-вторых, они бы были на природе. Они бы росли. Как ребенок должен расти. А сейчас они что, растут? Я вспоминаю свои ощущения от вашей игры. Вас отличала такая необычная чаплинская походка на поле. Балерина. Балерина. Кличку давали такую, да? Да, тоже была балерина. Ну, ноги вот так вот. Ну, бежали вы совершенно не так, как бегут все остальные. Откуда это врожденное? Это врожденное, да. И почему-то постоянно у меня стопы. Почему-то вот это, например, правая у меня стопа, она все время как-то вот так вот разворачивается. Она не может у меня вот так ровно стоять. Она должна вот так вот. Поэтому мне говорят, вы что хромаете все время? У вас что, нога болит? Я говорю, да нет, это у меня уже такая привычка такая. Недавно даже показывали фильм «Переможцы», если ты помнишь, да? Вот он, где я бегу, он мне вот так вот, как Чарли Чаплин. Нет, потрясающе, бег потрясающе. Да, вот у меня старт очень от этого хороший. Вот у меня старт не вот такой вот, если посмотреть на ногу, да? Отталкивается, да? Не вот так, а вот у меня старт. Вот этой всей ногой. И все. И уже если ты отрываешься... Вы могли стать спринтером, чисто теоретически? Легкоатлетом? Ну, в принципе, мог бы, но тянуло в футбол все время. Я с детства мечтал, я уже много писал, говорил об этом. Мечтал быть футболистом, бил об эту стенку мяч, как сумасшедший. Поэтому удар с правой ноги был, как пушка. Просто я убил этот мяч и дубасил, дубасил, дубасил. И смотрел по сторонам, где же тренер, который должен меня увидеть. Ну, заложили уже у ребенка. А их не было. А их не было. Причем меня же никто не воспитывал. Вы же поздно в футбол начали играть по большому счету. Меня никто не воспитывал. Я воспитал себя, можно сказать, сам, поверьте. Я не хвастаюсь. У меня не было подготовки такой, которую я проходил в школы юношеские. Это как, можно сказать, как самородок. Самородок, да. Молдаванка, бандиты, наркоманы, алкоголики. И оттуда вылез. Это же о чем-то говорит. Тогда это молодежи наши, это смотреть и слушать. И понимать, что такое футбол. Я продолжаю смотреть на ваши ноги. У вас 41 размер. Да. 40-й был, что-то сейчас стал 41-й, не пойму ничего. А вот для футболиста важен размер ноги или нет? Да, очень важен. Важен по одной простой причине. У кого маленькая ножка, мяч ложится полностью на ногу. Если большая нога, ты не можешь так сильно ударить. Я могу, например, по прямой ударить мяч. Вот так по прямой я могу ударить ровно, подъемом. А если большая нога, размер большой 45-й, как он ударит? Он зацепит все. Он только должен боком бить. Во сколько лет вы попали в одесский черноморец? Сколько вам было? А я там-то и играл-то в резком черноморец. В юношах меня, как уже известно, меня не приняли. Потому что был маленького роста, такой пигмей был, худой пигмей. Пигмей такой маленький был, да, не приняли. А даже не помню, скажу честно. Ну, довольно поздно, правда. Я практически мало играл в черноморец. Ну, вот в киевское «Динамо» вы попали в 85-м году. На моих глазах. Да. А это сколько вам лет было? 25. Так поздно в «Динамо» обычно не попадали, правда? Попадаю, да. Это за счет характера. За счет характера. Я знаю, что у вас всегда была навязчивая мечта играть в киевском «Динамо». Вот вы оказались в нем. Я так получилось взял у вас самое первое интервью. Причем это был матч дублирующих составов киевского «Динамо» и московского «Спартака». Когда я сказал в газете, мне было 17 лет, что я вот приду и возьму интервью у Биланова, все так поморщились кисло. На следующий день вы забили московскому «Спартаку» два гола Ренату Досаеву. Киевская «Динамо» выиграла с отчетом 2-0. И это интервью приобрело особую ценность. Вот когда вы попали в «Киевское Динамо» и увидели Блохина, Бессонова, Буряка, других. Буряка уже не было. Буряка не было. Демьяненко. Хорошо, что же уж. Что вы почувствовали, когда вы увидели людей, которые были тогда для всего советского народа иконами? Ну, я сейчас приведу маленький пример. Это была вторая игра киевского «Динамо» перед «Спартаком» с «Динамо» в «Манеже». Ну, первое, я чувствовал, конечно, ответственность. Я чувствовал ответственность перед, естественно, понимая, что Олег Блохин, когда-то мне папа говорил, я на стадион пришел, он мне говорит, я хотел бы, чтобы ты заиграл сынок вот с этим футболистом. Когда эта мечта у меня заложилась, папа погиб, она у меня заложилась, видимо, как-то она мне… Все, это мечта. Правильно? Это мечта. Уважение было к людям, к Олегу, к Олегу, к Олегу. Преклонение было. Но не было боязни, потому что в «Киско-Динамо» как можно идти чего-то бояться, да? Ну, вот маленький пример. «Динамо-Киев», «Динамо-Москва», «Динамо-Киев», «Манеже». Вторая игра. Пенальти, Буланова меня сбивает. И что я делаю? А там же Блохин, Бессонов, Демьяненко, пенальтисты. Болтача мог пробить. Они пока там пошли, посоветовались, я пошел, говорю, да, и пошли, вы все в баню. Пошел, ударил, пробил, не забил. Вот такая была мысль. Ну, я не обзывал людей, но мне хотелось… Слушайте, меня сбили. Я хочу утверждиться, это мое. Оставьте мне это. Все, после этого я бил, я стал пенальтистом. После этого ребята, кстати, никто ничего не понял. Я тоже, кстати, ничего не понял. Но гол забил. Но это была ответственность. Вот та, которую, кстати, сделал и Андрей Щевченко. Если вы помнишь, когда он в Милане, первые пенальти, которые, по-моему, или первая его игра, он пробил, пошел, пробил пенальти. То есть это дает тебе стимул психологический. То есть ты уже почти что становишься на равных с этими людьми. Второе, ты хочешь играть не так прямо, как они, да? Ты должен сам играть, как ты можешь, да? Вот для меня это было. И они меня приняли. Вот же все. Некоторые динамовцы рассказывали мне, что когда они впервые попадали на тренировки киевского «Динамо», с непривычки их рвало. Вот вы попали на первый сбор киевского «Динамо» в Гантиаде. Ранняя весна 85-го года. Песело было. 12-километровый кросс наверняка, да? Да. И? И Игорь Иванович после этого говорит, так, поехал-ка я домой. В Одессу. В Одессу, да. Там тепло. Там тепло, хорошо, там меня любят, если честно. Да, потому что, ну, сразу же была большая разница, что значит киевская «Динамо» и техский «Черноморец». При всем уважении к одесситам, одессскому «Черноморцу» нет проблем. Работа совершенно была другая. Небо и земля. Совершенно другая, потому что как нападающий, я там рывок сделал и остановился. Можно, как я говорю, иногда покурить, там можно и что-то. А здесь работать. А здесь надо было назад и работать. Туда-сюда и выполнять эту работу. Ну, Валерий Алексеевич до такой степени нам это привил, что я от этого получал удовольствие. Я от этого получал удовольствие. Вы организованный человек просто. Да, от усталости это я получал удовольствие. Я понимаю, что мне это надо. Хоть и бурчали там, да, все, что мы уже говорили. Я не случайно сказал про рвало. Я знаю, что у вас, мне ребята рассказывали, слабый вестибулярный аппарат от природы. И при нагрузках, я не знаю, когда вы смотрите на карусели, наверняка, у вас начинается. Нет, с каруселями, хотя моряк должен быть, по идее, да, не пойму ничего. Вестибулярный очень слабый. То есть сверхнагрузки вы получили здесь, в Киеве, и что? Ну, я все делал, кроме кувырков. Кувырки для меня были опасны. Я когда делал кувырки, то я, значит, там где-то по 10 эстафет было, я выдерживал максимум 5. А где Биланов? А он там, он уже на... окропляет снежочек. То есть все-таки? Ничего не могу сделать. Вестибулярный аппарат очень слабый. Кувырки, рывки. А меня ставят все время эстафеты последним. И там постоянно наша команда как бы прыгает. И мне приходится все время это вырывать. Все время, да? За счет скорости, за счет кувырков. Ну, вот кувырки, я бы сейчас бегал бы, конечно. Но кувырки... Это правда, что когда команда бегала кроссы, бежал спереди Лобановский, сзади Веремеев или Пузач, или даже ехал автобус? Да. Все правда. Только не в лесу. В лесу. Ну, Валерий Сергеевич бежал первый, всегда показывал пример. Причем, я бы не сказал, что это был такой легкий кросс. Я бы не сказал. Веремеев, Пузач сзади бегут. Он спереди. Ну, автобус такого, я так, честно говоря, не помню. Со спецназом, наверняка. И автобус вряд ли, да. Ну, там я все-таки скажу, что были ответственные ребята, потому что те матчи, которые мы проводили, наверное, там филонить нельзя. Чуть-чуть профилонил, садишь на скамеечку и будешь сидеть. Это же сейчас чудеса. И очень долго. И долго. Чуть-чуть такой капризный, так вообще сядешь и вообще забудешь про футбол. И никуда же не возьму. И сто процентов. Там было жестко. Но это хорошо. Это дисциплина, это порядок, это отношение, наверное, и к тренеру. Нападающий форвард должен забивать. Поэтому и называют его бомбардиром. Как вы тренировали точность? Как вы добивались того, чтобы мяч, который был пущен вами, попал точно в цель? Ну, во-первых, то, что я говорил о том, что в детстве бил постоянно в одну точку. В бабушкиной деревне. Ну да, дуб басил его. Ну, дуб басил мало, а попасть. Попадал. Вот именно в стенку бил, то есть брал точность. Брал точность, действительно, я брал точность именно бить вот именно туда, куда надо. Кроме этого всего, я думаю, что мы, ну, это еще тренировки. Те, которые ты остаешься с Васей Рацией, мы постоянно оставались на тренировках и били, и штрафные. На точность. Да, на точность, именно точность. Вот в этот угол, в этот угол, в этот угол, в этот угол. Не хочу сказать, что прямо все проходило гладко, но самое главное, чтобы было желание. Что нужно для того, чтобы точно пробить? Ощущение мяча? Ощущение мяча должно быть, конечно. Мяч должен быть ручной, ножной. Да, ощущение мяча и вот такое вот качество очень, какое-то такое интересное. Ты должен знать, как накрыть мяч, как его, ну, вот очень здорово этим владел Веремеев, например, когда штрафные пробивал. Крутил. Очень здорово, сейчас Месси это делает, очень здорово. Ну, Леня Буряк тоже, да, он, Олег Блохин, он левая, если что-то закрутит, он может закрутить великолепно, да. То есть, вот, в основном, кстати, хорошо крутит, лучше, левший крутит, лучше, чем правший. Сегодня, выходя на поле, точность не потеряна? Дорогие друзья, несколько месяцев назад я открыл в интернете Академию Дмитрия Бордуна. Что это такое на самом деле? Это закрытое сообщество, платное закрытое сообщество, где я делюсь со студентами, со слушателями, если хотите, Академии, всем, о чем я не рассказываю больше никому, нигде. Это и знания мои личные, основанные на моем опыте, как стать успешным человеком, как заработать деньги, и как завоевать уважение, как добиться успеха, в конце концов, какие пути ведут к успеху. В этой Академии и тренинги, и онлайн, мой общение непосредственно с вами, со слушателями Академии. Здесь и лекции на разные темы, и как добиться успеха, и как обрасти связями, и возможностями, как использовать эти связи, и как стать богатым, и как человеком быть, в конце концов, это же крайне важно. В этой Академии будут выступать мои друзья, люди, которые добились гораздо большего успеха, чем я, и которым есть что сказать. Эти люди будут рассказывать о своем рецепте, о своем пути к успеху. Они будут давать бесценную информацию, благодаря которой любой из вас сможет стать таким же успешным, как они, и даже превзойти этих людей. Мы будем также практиковать онлайны моих звездных друзей, известных, влиятельных друзей для слушателей Академии. Мы также будем делать поездки совместные в разные города, в разные страны, в которых будут принимать участие как люди, добившиеся огромного успеха в бизнесе, миллиардеры, мультимиллионеры, так и звезды эстрады, звезды спорта, выдающиеся режиссеры, те, кто могут поделиться из уст в уста своими реальными секретами. Олеся Леонидовна, я все сказал или нет? Более чем. Я не знаю, что мне добавить. Вам нечего добавить? Ну, потому что я сейчас чувствую, что я сама стану твоим студентом, после того, как ты о ней все так рассказал. Ты уже много лет назад стала моим студентом. Причем успешным. Причем успешным. Дорогие друзья, как хорошо, когда ты говоришь, и больше нечего добавить. Краткость, сестра таланта. Как говорит мой друг, много слов, мало денег. Мало слов, много денег. Жду вас в Академии Дмитрия Гордона. Сегодня, выходя на поле, точность не потеряна? Нет. Может быть, та физика потеряна, да. Хотя, понятно, чуть-чуть вес я немножко прибавил. Ну, вы в прекрасной форме. Я стараюсь, я стараюсь, потому что я понимаю, что на меня люди меня смотрят. Да, и ты понимаешь, что ты должен как-то выглядеть нормально. Тем более, то, чего не хватает нашей молодежи. Ты помнишь ту историю, и ты сейчас хочешь выглядеть хорошо. Вот этим сейчас молодежи им по барабану я вижу. А вот то, что ты сейчас хочешь выглядеть хорошо, вот они должны этим и учиться. Они богатые люди, не сравнивайте себя с ними. Я вам скажу, мы тоже не бедные, но тут же сам факт же, в людях, когда они должны чувствовать, ну, это киская динамо. О чем мы говорим? Это киская динамо, это душа. Объясните им это. Как ты им объяснишь? Ну, вот я им объясняю, вот эта история, которую создавали поколениями. И мы не позорили эту историю, мы старались как бы продвивать ее дальше. Я не говорю, лучше, хуже, какая разница, у кого-то что-то лучше, у кого хуже получилось. Но мы стремились, сейчас ни один человек не скажет, что мы, ну, даже бывали проигрыши, да? Что мы не хотели играть, что мы вот так вот бездарно могли играть, вот как вот вчерашняя, например, игра, да? Что вот так вот мы могли вот так сыграть с такими командами. Да не, ну какой, ну были проигрыши, нет проблем. Но было желание, было рвение, была самоотдача сумасшедшая друг за другом. Мы же не прямо сильно все дружили, Дим. Ты же прекрасно знаешь тоже, да? Там же не было такой прямо сумасшедшей дружбы. У каждого были свои жизненные какие-то позиции. Ну, мы выходили на поле, кто попробовал кто-то тронуть, Заварова или Радца, или там Биланова. Я больше скажу, когда вы уже играли в ветеранские матчи, вы носились по полю, как угорело, я за вами наблюдал. У вас так горели глаза? Ну вот то, что я говорю. Сейчас в официальных матчах глаза не горят. Да, да, сожрать время. Не время, а пространство. Вот нападающий, вот сегодня Олег сказал правильно, Олег Блохин, он говорит, ребята, для того, чтобы получился хороший нападающий, для начала нужна скорость. Очень нужна скорость. Потому что если он не бежит, ну, с ним легко играть. Он может это вот, ну, заметил, он говорит, приводит пример. Блохин, Биланов, Шевченко, Леоненко, тех ребят, которые, Онищенко там, да, люди, которые бегут, у них стартовая... То есть у нас сейчас ребята принимают спиной к воротам мячи нападающие, ничего. Ну, что, ну, это все футбол. Это футбол с такого старого времени. А когда мы принимали? Я стоял всегда в полуворота. Конечно. Во-первых, ты стартанешь хорошо, но я иногда и стоял спиной к воротам. Специально. Потому что если я понимаю... Усыпить. Усыпить человека, да. Так у меня была стартовая скорость. Если он стоит сзади 3 метра, он ничего не сделал, если я первый стартанул. И Саша Заварова об этом знал, Вася об этом, Паша Аковенко. Они все об этом знали. Вы сейчас называете фамилии, вам посчастливилось играть с прекрасными ребятами. Конечно, звезды сошлись на небе в нужный момент, в нужное время. Сто процентов. Подобралась такая команда, о которой можно только мечтать. С кем из ребят у вас было на поле лучшее взаимодействие? Ну, естественно, Саша Заварова и Вася Рац. Ну, просто тут нельзя говорить, как бы кого-то выделять, да, потому что каждый в своем звене, ну, просто был профессор. Ну, возьмите Володю Бессонову, Болтачу Сережу, Толик Демьяненко, который, вспомните матч в университете, да, когда 3-0, там, 17-ая минута, тот не знает, куда бросать, что делать, кому бросать, он не знает, что делать. Ураган был. Толик Демьяненко, оказывается, где нападающий? Ни одного нет нападающего у нас. Там Толик Демьяненко оказался, забивают пустые ворота. То есть здесь такая взаимозаменяемость была, что, ну, не боялись атаковать. И не боялись, что, то есть взаимостраховка была тоже. С кем из защитников чужих команд вам приходилось особенно нелегко? Ну, конечно, это Бубнов, это Позняков. Жесткие были ребята, да? Да, ну, правда, когда это было Никулин, Динамо, да, автогены вот это вот закатывали, и пошла жара. Злые ребята были. Но меня это только заводило. Вот что самое интересное. Вот у меня это только заводило, потому что, ну, наверное, все-таки детство сказывается, потому что ты старался что-то доказать в жизни. У меня только заводило. Многие нападающие получали травмы, несовместимые с дальнейшей карьерой. Но мне говорили серьезные футболисты, не один футболист даже, что чем более класснее форвард, тем меньше его преследуют травмы. Он знает, как от них уберечься. Это так или нет? Ну, в принципе, да. Но еще... Смотрите, ни Блохин, ни вы, у вас не было таких травм? Ну, еще есть структура тела, наверное, первая. И все зависит от костей, какие у тебя кости еще, кроме всего. Ну, естественно, в психологии ты должен... То есть очень хорошее должно быть периферическое зрение. у нападающих, потому что все время же бьет. То есть у меня вот была отработана, если я вижу, что... Я вот чувствую, что если человек летит в подкате, то я эту ножку смягчаю. Потому что, понятно, если я ее ставлю опорную... Ну, все. Он мне, если вы помните, Юрану так сломали ногу. Он любил все время ставить. Это очень опасно. Потому что если прыгает, то он ничего не сделает. Здесь еще такой инстинкт самосохранения. Это не боязнь. Еремчуку так сломали ногу. Еремчуку так сломали, да. Ваня стоял на опорную, поставил вот так возле флажка. Вальдана прыгнул. А он прыгнул двумя ногами и все. А если бы он ее смягчил, все. Вот у меня вот этот инстинкт, откуда-то он у меня есть. Вы очень смелый, на мой взгляд, человек. Потому что вы никогда, мне кажется, во всяком случае, так выглядело. Не думали, а что будет, если я рвану туда, а что будет, если я рвану сюда. Тем не менее, однажды бывший тогда старшим тренером сборной Советского Союза Эдуард Васильевич Малафеев обвинил вас в трусости. Что это было? Ну, честно говоря, про этого человека говорить не хочется. Хотелось бы, чтобы он сидел напротив, тогда можно было бы ему что-то сказать. Потому что, когда тебе человек говорит, что ты трус, да, а ты знаешь, что ты не трус, а команда бежит в разные стороны, и когда ей говорят, мы сильные датчан, а мы играем на выезде, да, и мы давайте должны их атаковать, не будем их бояться. То есть это неправильные слова. А план не дают? Да, план не дают, и причем команды с разных же команд там были. Там же с Минска, с Белеси играли, со Спартака, с Киевского Динамо. Ну, это каша. То есть тяжело так настроиться на эту игру. Там надо было просто, вот как Киевское Динамо, у нас есть много вариантов, как играть. У нас есть и скорость, и техника, и играть головой, и прессинг, и наглость футбольная, и дух победителя. У нас все было, нам это привили. Поэтому мы могли подстраиваться под любую команду. А там человек тебя обвиняет, ну, я благодарен ребятам, своим ребятам. Да что ты обращаешь внимания, ну, посмотри. Ну, о чем мы можем говорить? Пришел Лобановский, сразу все стало по-другому. Кстати, о прессинге. Я помню начало чемпионата мира 1986 года, когда в Мексике, когда пришел Лобановский вместо Малафеева по требованию команды. И первый же матч с венграми, какой-то сумасшедший вообще ураган. Я такого футбола давно не видел. 6-0. Все носятся по полю, как угорелые. Такая физическая форма на, простите меня, сорокоградусной жаре. Жесткий прессинг по всему полю в течение, наверное, всего матча. Неудивительно, что потом многих игроков на допинг-контроль отвели. Меня два раза на допинг. Брали с бельгийцами и с венграми. То есть люди не представляют, что такое вообще возможно. Так невозможно бельгать, говорят. Так невозможно бельгать. Что это такое было? Как вас так подготовили? Ну, во-первых, я еще раз повторяю. Во-первых, это не долгий. Или это кураж? Это кураж, это молодежь, сплав молодежи с ветеранами, да? Такой правильный, да? Потому что Валерий Сергеевич ставил всегда молодых против ветеранов. И вот эта заруба, она как бы дает раскрываться, да? И молодежи, и ветерану подтягивает. И ветеран не хочет создавать позиции. Я говорю, если я Олегу говорю сегодня, вот ты что так долго проиграл? Да потому что ты все время оставили, ворнялись друг на друга, да? Ну, кроме того, понятно, что футболист хороший, да? Ну, а здесь вот это самое важное качество. И мы были подготовлены и психологически. Во-первых, мы все выигрывали, начнем с того. И, во-первых, я знаю, что рядом со мной играют мои партнеры, с которых я понимаю с полуслова. Я знаю, что Заварова смотрит в одну сторону, я ему только А говорю, и он, Саша, мне уже дает, знает, куда мне надо дать. Он только взгляд делает и уже понимает. Я знаю, что Вася раз может дать длинную, которую вы видели, когда я пенальти убежал сделал. Он же дал длинную непонятно откуда. Венгрии атаковали. И он же знает, что они в линию играют. Это для меня просто сказка. А для него против венгров играть вообще? Это просто сказка. Я вот сейчас, поверьте мне, вот если бы сейчас вот как наши играют, ребята, одно удовольствие играть. Они же эти команды играют все в линию. Нападаешь, если ты быстрый, все, только убегай. Только убегай. Один шаг назад, резко на поворот, и все. Никто никого не подстрахует, что самое интересное. Касаясь чемпионата мира 1986 года, я думаю, не было в истории советского футбола большей трагедии, чем матч против бельгийцев, проигранный со счетом 4-3, когда сам Бог велел выигрывать. Вы забили в той игре три гола. Сделали хет-трик на чемпионате мира против бельгийцев. И я до сих пор помню, это невозможно забыть, как когда прозвучал финальный свисток, вы упали на поле и плакали. Трагедия жутчайшая, по большому счету. Вот сегодня, и у меня. А сейчас мурашки по телу идут. Вот я сижу и тоже мурашки по телу, и понимаю, что это кошмар. Вы сегодня вспоминаете об этом? Вы проигрываете этот матч заново? Я не только вспоминаю, я его просматриваю очень часто. И ищу ошибки, которые есть. Хотя казалось, что сейчас уже смотрели. У судей ищите. У судей понятно, но то понятно. Вы знаете, я думаю, что мы, если так правдиво говорить, то мы немножко перестарались в тех матчах, которые играли до этого. У нас был прессинг, у нас было желание, у нас была мобильность, у нас была скорость. А вы только что сказали, что Соля игрался в жаре. А что, что там, это же невозможно. И возможности не беспредельны. Это не беспредельно. Потому что с каждым игрой немножко хуже и хуже становилось. Чуть-чуть хуже. Да, но становилось. Понимаю, потому что средняя линия-то работает. Это как цемент. И вижу, что начали менять и Сашу. Поменяли потом. Еще выпустили Родионова. Поменяли еще кого-то средней линии, я не помню. Выпустили. Олейников, по-моему. Олейников, по-моему, поменяли. То есть ребята посели. Просто анализирую, я смотрю, как к финалам доходят немцы, испанцы. Начинают вяло. Вяленько, аккуратненько. Главное не пропустить. 1-0, 2-1. А потом наращивают. Никто их не ставит фаворитов. А потом они наращивают, все такое вытворяют. Мы немножко резко дали. Бергитцы для нас были не соперник. Вы же видели. Конечно. Мы лучше намного играли. И вот тот момент, я, кстати, не про три мяча хочу сказать. Потому что если бы я забил тот второй, когда был 1-0 счет, я забил. И когда Вася раз с флангой, я на опережение выскочил, ударил головой и попал в штангу. Если бы я его забил 2-0, все, им бы уже был конец. Потому что у нас тогда уже можно было чуть-чуть подсесть. И за счет скорости делать длинные передачи, могли еще что-то забить. Вот я вот это жалею, что не получилось. Но это судьба. Ну что ты сделаешь? Что ты будешь ругаться с этим судьей, если он натворил дел? Просто обидно было, что красивая была игра. И мы, я думаю, могли хорошо далеко пойти. Все. И вот для меня вот все по этой 40-градусной жаре, когда нам кидали эти мешочки. Потому что я когда пенальти бил, кстати, если вернуться назад, с этими венграми, мне надо было, там видели, бросили мешочек, я отдышался где-то минуту. Потому что я когда подошел, я очень жарно хватал этот воздух, потому что ты бежишь, там разряженный воздух, нормально. Только остановился, все. Вот поэтому я и бегал все время. Нельзя было останавливаться. Вот оно что. Вот, да. Когда вы тогда заплакали, что было дальше? Была бессонная ночь. Что это было? Вот какие эмоции? А мы там по-любому невозможно уснуть после 40-градусной жары. И ты теряешь там около 4-5 килограмм. За игру. За игру, да. Хочешь не хочешь, ты не уснешь. Там надо выпить либо бокал пива, что-то такое. Лобановский нашел какие-то слова после этого матча? Нет. Он как бы взял всю вину на себя. Взял всю вину на себя, поддержал ребятам. Вот это жизнь. Ну что ты сейчас будешь делать? Он к вам подошел отдельно? Нет, никого не выделял. Ни в коем случае. У него этого нет. Выиграла команда. Проиграла команда. И я тоже это. Я, кстати, за. Потому что очень много есть моментов, в которых есть чему учиться. Как у тренера, да. Когда ты забиваешь там, например, в кубке там, у кубков или где-то два там, или один мяч, там два. И ты уже заходишь в раздевалку такой довольный. Как бы мы выиграли 3-4 там. Но он тебе говорит, раз тебя сразу опустил на землю, а что ж ты там не забил? Подожди, а что ты там пас не отдал? А что ты здесь не забил? Опа. И ты уже так думаешь, Валерий Васильевич, так как бы я что-то... Не, парень. Работать, работать. Все. И я уже опустился. То есть я уже не летаю в облака. Все. Я уже не лучший. Тебе сразу бах-бах, увидел сразу. И сразу это психология. По поводу командной игры. Когда в 86-м году на излете сезона вас определили лучшим игроком Европы и вручали вам этот прекрасный золотой мяч, вы сказали, что на ваш взгляд лучшим игроком Европы надо было признать Александра Заварова. Вы действительно так считали? Я, ну, я, в принципе, не так сказал, не про Сашу, я сказал про команду. Сказал про команду. Но Саша, я сказал, достоин точно так же золотого мяча, как и я. Потому что этот год он провел великолепно просто. У меня получилось больше за границей. А его назвали лучшим футболистом в эссе. А его назвали лучшим, да. У него получилось как бы здесь. И я, когда назвали, я совершенно... Там же начались интриги, как обычно, да. Я подошел, обнял, пожалуй, я Саша очень... Интриги все-таки. Ну, начинались какие-то интриги среди журналистов, среди всего. Ну, как, тот там получил, этот здесь лучше. А правда говорили, что он не получил золотой мяч из-за какого-то залета, связанного с выпивкой? Да, ну, вы смеете, что ли? Ну, как бы играли? Дим, как бы он играл, скажи мне, пожалуйста. Как бы человек мог играть, если он будет выпивать? Вы подошли к нему как-то, подбодрили? Саша, я подошел, обнял, говорю, Саша, я очень рад, слава Богу. Причем всем ребятам сказал. Еще не было, наверное, такой минуты, что я сказал бы, что этот мяч золотой мой. Хотя я его добился, понятно, да. Но я знаю, что без команды... Назовите мне одного, любого нападающего, обладателя золотого мяча, который добился этого в плохой команде. В плохой команде. Ну, назовите. Это невозможно. Очень великолепно. Я помню, вот я не могу профразировать эти слова. Базилевий сказал, когда Олег Блохин, не помнишь? Когда пресс-конференция. Ни один футболист не сможет так, как бы он не был оснащен профессионально футбольно, вот что-то такое, да. Не сможет раскрыться, если команде не будут такие же профессионалы. А снаряды подносить кто-то должен? Да, мы будем сейчас ходить, хвастаться. Понимаем, что один в поле не воин. Вы рассказали о пенальти первом, который вы забили в Киевском Динамо. За свою профессиональную карьеру вы не забили два пенальти. Первый Бешикташу в четвертьфинале Кубка Европейских Чемпионов, тогда Лига Чемпионов так называлась. И второй тоже в трагическом, я считаю, матче в финале Чемпионата Европы с голландцами при счете 2-0, когда команда еще могла что-то сделать, и это был такой переломный момент. Вы помните психологически, почему вы их не забили? Наверное, так должно быть, потому что все пенальти, которые у меня были до этого, там около 15-16 пенальти за карьеру, я все забил. То есть надо было где-то там, может быть, промазать. Но это так, как бы мое мнение. С другой стороны, мне говорят, что было волнение с Бешикташем, когда я получал золотой мяч. Ну, я этого не чувствовал. Вы же накануне этого матча вам вручили золотой мяч. Да, 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 я этого не чувствовал, но, может быть, так должно было быть, не знаю. Что касается чемпионата Европы, болезнь была, очень больно было. Скажем честно, где-то неделю, наверное, я не мог к себе прийти. Мне это все снилось. Не в оправдание себе, понятно, что не забивает многие, да, и лучшие обладатели, все. А хочу рассказать просто интересную историю, как я его бил. В Мюнхене ворота – это не оправдание, Дима. Это я просто рассказываю, как оно есть. Почему я так сделал просто? Зрители находятся далеко от ворот. Олимпия-штадион, да? Олимпия-штадион, да. И если, когда зрители близко, то тебе кажется, ворота больше. Да? Как бы сокращается. Если далеко, то тебе кажется, что ворота маленькие и низкие. То есть я, когда подходил к мячу и ставил его, то есть я был заряжен, я был, кстати, никакого мандража не было, я его взял так, сразу так, уверенно. Потому что когда я беру уверенно, то я уже чувствую, что я должен забить. И вот когда я подошел, я смотрю, вот эта планка верхняя, как-то низко сильно. И я испугался ударить выше, просто побоялся. И поэтому я его прижал чуть-чуть, ну, полностью его прижал. И если вы помните, он прыгнул в правую сторону и попал ему, ну, вот так вот вышел чуть-чуть. Бан Брекелин. Да. Хотя это судьба, наверное, история, но я очень переживал. Если честно, очень переживал. Я себя ловлю сейчас на том, я об этом все-таки скажу, что я много раз наблюдаю наших футболистов после проигранных матчей. Вот когда мы летим с командой назад, возвращаемся. И я много раз видел вас после проигранных матчей. Я вам хочу сказать одно. У вас и вашего поколения футболистов была совесть. Да. Вы знаете, я не хочу никого обижать, но я вот смотрю сейчас в ваши глаза, я испытываю те же эмоции, я это понимаю прекрасно. И я понимаю, что была совесть и есть совесть, и остается. И это такое важное качество не просто для футболиста, а для человека, благодаря которому, может, вы и состоялись. Не в последнем, не в последнем образом. Стоп, сто процентов, и когда люди тебе говорят добрые, хорошие слова, причем, когда тебя встречают, они не тебя хвалят, что самое интересное. Они хвалят команду, говорят, спасибо вам огромное, что вы показывали этот великолепный футбол. Спасибо вам. Они говорят, такая была команда, такое. И ты как-то вот, а я там пенальтирую не забил, а там же это вот, все мы понимаем. Мы вам все можем простить, потому что вы отдавались на футбольное поле, выходили, и вам и не стыдно, и нам не стыдно. И нам не стыдно было людям смотреть в глаза, потому что мы все-таки играли для них тоже. Это не громкие слова. Потому что когда сто тысяч, Дим, ты знаешь, когда сто тысяч ревет, ты же присутствовал при этом при всем. Ты все это видел, ты был с командой. Когда стадион ревет, как можно остановиться? Вспомни тот матч с Динамо-Москвой, когда финальный, когда мы... В 87-м году. Да, 12-й. Когда свисток дали, и как понеслись, а что-то он получился в фальш какой-то. И он опять свистит и кричит уже, стойте, стойте. Ростановитесь. А там минуты две уже колотят друг друга, уже мочат. Я вспоминаю 88-й год, чемпионат Европы. Вы знаете, я перед этим вопросом все-таки скажу. Когда-то Ёжев Саба, когда он был главным тренером киевского Динамо, сказал мне, что если бы нам в наши годы предложили не 50 тысяч за выигрыш над Баварией, как сейчас, а 5 тысяч, да нет, не 5, а 2, да нет, одну, мы бы соперников не просто разорвали, мы бы их покусали. Да, правильно. Я представляю, что бы, если бы вашей команде образца 85-86-го годов предложили такие деньги, что бы вы делали с соперниками? Для нас была мотивация тоже, как у всех. Все живые люди, мотивация. По тем временам тоже платили как бы деньги. И когда нам объявляли определенная сумма, да, вот такая вот, вот такая, то, конечно, если она была больше, чем да, то это мотивация в два раза больше. Я просто вспоминаю какой-то, не помню, какой-то матч Динамо, по-моему, с Данинским Шахтером, когда там мы проводили, я только пришел в команду, где я забил тоже два мяча, еще только пришел тоже, вот как раз вот после Динамо Москвы, Шахтер, и нам объявили, что эта игра стоит там 200 рублей, и вот ничего себе, да я за эти 200 рублей порву сам эту, и каждый из ребят уже так сидят, молодежь, азартные были. Азартные, азартные, то есть, ну так и должно быть. Ну а как это, выходить на футбольное поле, трястись, что? В 88-м году впервые фактически более-менее достойно по итогам Евро-88 оценили труд футболистов. Я знаю, что Лобановский договаривался об этом лично с секретарем ЦК КПСС Егором Кузьмичем Легачевым. Что это за деньги были вот тогда, вы можете сегодня огласить? 23 тысячи марок. 23 тысячи марок. Комедия, это же комедия, 23 тысячи марок. И то, правильно вы сказали. Это страшные деньги были. Да, это сейчас я имею в виду комедия. Страшные деньги. А тогда это были хорошие деньги, да. Вы помните, как вы их потратили? Сейчас надо вспомнить. А, как купил, я помню, жене шубу, что-то купил. Магнитофон какой-то. Помню, да, мы тогда еще и компьютеры что-то покупал. Тогда еще какие-то компьютеры только пошли. В 88-м году первая ласточка, я имею в виду Александра Заварова, полетела на запад. Он оказался сразу в Ювентусе. Вы чуть-чуть позже уходили. Да. Вы уходили чуть-чуть позже. Он первый был тогда. Это был шок. Заваров 6 миллионов, по-моему, долларов. Вы могли оказаться, насколько я знаю, в Аталанте. Да. Но Валерий Васильевич не отпустил. Чем он это мотивировал? Скажу честно, мне сложно судить, потому что там, кроме Валерий Васильевича, еще были люди и другие. Некоторые люди, да. Да, некоторые люди. Поэтому, хотя мне, как спортсмена, футболиста, человеку, который южный, в принципе, да. Италия ближе. Белого, кто ближе. Испания, Италия. А Германия, скажу честно, осадок не очень хороший. Не связано, я не имею в виду те вот эти моменты все. Я просто связано с людьми, которыми ты вхож, вот, был в дома, которые тебе говорят красивые, теплые, добрые слова. Ты с этими детками играешься вместе. Потом у тебя крадут карточку, пытаются снять с того, да. В Германии. Да, потом это люди, которых ты, родителей туда к ним привозил, все. То есть на обмане стоит, так это было больно, когда потом он ко мне пришел, а он взял карточку и хотел снять с гельтавтомат, да, деньги снять. Она у него, я сказал, в банке, она у него забрала. И мне возвращают эту карточку. Я понятно понимаю, где я был. Он говорит, ну не надо, у меня семья. Я говорю, так, живите себе с Богом, только меня не трогайте. Кошмар. Вот мне очень было вас ассоцировать. Я помню, Борусия Мюнхен-Гладбах, конечно, это мощный клуб, лучший футболист Европы на взлете, уходит туда. Я делал с вами тогда два интервью для «Комсомольской правды», тираж, который был страшно произнести, 22 миллиона экземпляров. Первым была эйфория, вас прекрасно встретили, собрались болельщики в аэропорту, вы герой, все замечательно. Второе интервью было упадочное уже, состояние было плохое, вы возненавидели Германию. Был инцидент, это якобы с кражей, когда... Не, ну он был, что якобы, он же был там. Что это был за инцидент, кстати? Ну, инцидент очень простой, я в этот день, хотя, Дим, так честно, не очень люблю эти вещи вспоминать, больновато, потому что лишний раз потом вспоминаешь тех людей, которые называют тебя своими друзьями, потом чудеса творят, потом они пропадают. Вы повели друзей куда-то. Да, потом они пропадают, а никому уже не интересны, интересен Игорь Виланов, к которому приезжали, да. В этот день я как раз забил очень красивый гол Ливеркузену, по-моему, через себя и получил приз там пять тысяч марок. Ну, естественно, я его повез в этот же день. Товарищи? Повез его детям, больным детям, приехал, вручил, красиво все, а они все поехали отовариваться. Вот приехал потом, когда приехал, уже там было все нагружено. А они украли все. Да, да, все это. Потом мне адвокат говорит, Игорь Иванович, понятно, что вы ни в чем не виноваты, но просто говорит, но они никому не нужны. Им же самое интересное, это вы, даже если вы это не делаете. У вас болеете люди. Что вы сделаете? Я заплатил, я не помню, сейчас помню, 25 тысяч марок. Штраф какой-то. 25 тысяч марок, по-моему, я заплатил. Игорь, тогда уехало целое поколение прекрасных футболистов за рубеж. Вы, Заваров, Олейников, Михаличенко и так далее, и так далее. Почему практически ни у кого не получилось? Вот вы анализировали? Я не могу говорить за ребят, потому что надо находиться там. За себя могу сказать. А как может получиться, если Борусия Мичеландов была на последнем месте? Вот вам команда нужна. Да, как можно меня вообще туда было отправить? Почему, правильно говоришь, не отправить в Аталанту? Где команда там средненькая, там уже мы на закате, уже понятно, 30 лет уже, там не ловишь. А что такое 30 лет? 30 лет это был уже закат у нас, если честно. В Советском Союзе? Да, Олег Блохин мог. 36? 34, по-моему, ушел. 34 он, по-моему, ушел. Нет, он в 35 еще забивал Селтику. В Киеве в 87-м году. Да, он в 36. Хорошо, ну тут он у нас получился, такой долгожитель, да. А в основном у нас там 30, 31, 32 уже. Бушевец в 27 ушел? Ну, в киевском Динамо ты, наверное, прекрасно знаешь, что год за три идет. Да. Да, поэтому там надо продержаться 6-7 лет, это максимум. Если ты полностью отдаешься, и тебе хочется чего-то добиться в жизни, да, ты полностью отдаешься, потому что это уходит в здоровье, уходит. А есть одна из причин того, что не получилось на Западе то, что все-таки это были ребята с нашим советским менталитетом, они оказались вообще в совершенно других условиях. Не, ну то, что мы, да, правильно ты говоришь, то, что мы были совершенно там как дети, не знаешь, куда идти, куда добежать, а тебя там может обмануть любой. И язык. Да, язык ты не знаешь, ничего не знаешь, поэтому, естественно, было тяжело общаться. А немцы, они, извините меня, это же немцы, ооо, это же гонористы, вы что. Сколько лет вы закончили играть в футбол? Какой это год был? Ну, я тоже 35, это, по-моему, 34-35. Я вернулся еще в Мариуполе, тут ребятам помогал, как бы играл играющий. Было желание еще, ощущение недоигранности было? Конечно. У меня еще было полно здоровья и хотелось бы просто, вот, наверное, очень важно, а не только про себя, если я чувствую, что я нужен, я еще могу много сделать, я должен чувствовать это. Если я этого не чувствую в людях, я поворачиваюсь и ухожу, я не трогаю, я не хочу скандалить, пусть только меня никто не трогает. Я просто об этом уже говорил и всем. Вот, что происходит в нашей жизни, ты прекрасно знаешь. Да. Вот, я говорю, если вы меня куда-то вызываете, приглашаете, все-таки обладатель золотого мяча, это не какая-то игрушка, да? Значит, пожалуйста, либо вы оказываете нормальное, хорошее уважение, либо давайте мы друг друга забудем, я вас не трогаю. Все. Вот это немножко влияет. И так и должно быть, между прочим. Да. Причем я же не иду туда, где я не понимаю, там, вот уже, например, политику, да, я сейчас начальник управления, понятно, но я должен чем-то заниматься. Я хочу какую-то пользу принести нашему городу, хотя это не мое. Я понимаю, что это еще не мое. Там куча бумаг. Если бы у меня не было юристов, да, то я бы там сидел бы, сейчас бы, я свою жизнь только не расписался, сколько я за этот год расписался. Вы неоднократно говорили, Одесса мама, Лобановский папа. Учитывая, что отца у вас рано не стало, по большому счету, наверное, Лобановский в чем-то заменил вам отца. Я помню фотографию, вот она у меня не выходит из памяти, когда он поздравляет вас с получением золотого меча, он вас так трогательно обнимает. И видно, что этот суровый человек очень хорошо к вам относится. Он не мог это воскрыть, хотя всячески наверняка старался. У вас особые отношения были с Валерийом Васильевичем? Скажу вам, ну, Валерий Васильевич профессионал. Если в Биланова плохо играл, естественно, наверное, вы, если уважение через труд, наверное, тоже, да, мы же не можем так. Есть еще человеческие. Есть человеческая, да. За счет моего характера он понимает, что я не очень любил там несправедливость, то есть уже когда ребятам что-то там происходило, они меня все время толкали и говорят, так, иди, скажи там руководству. И я все время шел, там что-то говорил, они сидят кушают. Я говорю, Валерий Васильевич, ну извините, мы сидим уже полчаса, говорит, ну, может быть, мы поедем как-то. Он так смотрит. А что я? Да, ага, сейчас, подождите, сейчас. То есть ребята, как бы, у меня это как бы есть. Ну, за счет этого тебя уважают, наверное, я так понимаю. Но плюс, ну, наверное, еще взрывной характер, то есть я не любил несправедливость. Я мог уехать откуда угодно, там вот маленький пример, да, когда я получали мяч, не мяч, а этот, ну, машину, когда должны были получить за кубок кубков. Само интересно, там уже по два человека должны были, каждый получи там в свое время. Каждый год. Да, пришла наша очередь с Васей Рацем, и мы пришли, вот, и он, а мы как раз не очень что-то игру хорошо сыграли. Жигули или Волги, что получали? В Волге. Бакар был, да, и он как начал на меня кричать, я у меня сразу, как у Грузии, он наливается, я говорю, а чего на меня кричите, я не понял. Мне сказали прийти, пришла моя очередь, а как вы играете, а как вы это, да, пошли вы, я говорю, все. Это год, когда кубок кубков взяли? После, ну, чуть-чуть позже, мы сыграли, следующий год у нас получился немножко хуже, там, 87-й, по-моему, чуть-чуть было хуже. Когда мы, ну, суперкубок взяли, да, со СТО, да. Вот, а как вы это, как вы то, я говорю, да, идите вы все, я говорю, бегать буду за вами, за всеми. Короче, на, это как насчет характера, да, я говорю, мы уехали в Руид, я помню, на тренировочные сборы, и Валерий Васильевич говорит, вот, перед ребятами так сказал, знаете как, что, вот, Биланов ходил, как бы, чуть-чуть не просил машину, да, бля, я тогда услышал это, я говорю, Валерий Васильевич, ну, во-первых, я не просил машину, говорю, первое, наверное, я ее заслужил раз, а второе, мне сказали, что пришла моя очередь, ну, почему Бакаева вам говорить неправду, говорю, ну, зачем это надо? Нет, ты сказал неправду, я сбахнул эту дверь, короче, ушел. Ух ты. Ушел, да, и он говорит, если он сейчас не вернется, он уедет домой со сборов. Я говорю, нет проблем, Толик Демяненко пришел, и говорит, Игорек, ну, давай, ну, ты же знаешь, он тебе хорошо относится, я говорю, Толь, ты тоже мне хорошо наверно знаешь, я не люблю, когда говорят неправду, его информировали неправильно, а я перед вами остался как какой-то поброшайка, говорю, давай мы, я лучше уеду домой, потому что это неправильно. Короче, меня отправляют домой, я так и уехал домой. То есть и он молодец, он держит марку, он же не пойдет на попятую футболисту, это тоже неправильно, а я ничего не могу с собой сделать. И вы сбор пропустили? Я пропустил сбор, я уехал в Одессу. Уехал в Одессу, все, я говорю, не хочу я это все увидеть. Потом приехал, я помню еще, Валерий Алексеевич, он молодец, он поцеловал ко мне Деченко. Да. Деченко ко мне приехал, мы с ним еще, помню, рыбку половили, он посидел у меня дома, говорит, ну, он умел разговаривать, как бы со мной успокоить. Ну, я приехал, он меня вернул обратно, меня опять вызвали вебком, я опять вебком этот захожу, он меня предупреждает уже, говорит, Игорь, я тебя прошу, только не слушай, ничего, если будет что-то сейчас говорить, я опять сейчас введу. Я захожу, и тут этот, что вы себе Биланова позволяете? Что вы себе, а, да пошли вы опять, опять эту дверь хлопнул, ушел. Но они мне дали просто уехать. Потом я приехал к Василию Васильевичу, к Валерию Васильевичу, приехал, и уже так с ним поговорили хорошо, но я, Валерия Васильевич, я, наверное, за свои всегда слова отвечаю, если вам говорят, если вы верите больше руководству, ну, тогда, ну, тогда, если вы меня позвольте перед ребятами, мне это не нравится, говорю, извините, я, вот, может быть, за вот эти вот вещи он любил, потому что понимает, что могут там сказать, и человек придет, истинно. Дали, конечно, а куда они денутся? Каждому из ребят дали, Дим, не мне дали, каждому из ребят, кто заслужил, все те футболисты, которые выиграли Кубок Кубков, естественно, у нас не было такого, что у нас, как сейчас, они получают сумасшедшие деньги. Ради Бога, пусть получают. Сейчас Волги не получают? Да, сейчас Мазарати, да, я понимаю. Так пусть играет, ради Бога, я их не считаю, эти деньги. Пусть не позорят историю Киевского Динамо. Вы знаете, я вот вас слушаю и думаю о том, понимаю, что только с таким характером, наверное, и становятся лучшими. Вот только с таким. По-другому нельзя, совершенно по-другому нельзя, потому что те ребята, тот коллектив, я не знаю, я когда у меня было 50 лет, я, как я могу ребятам не накрыть стол и не позвать их, не надо никакого пафоса, не надо. Меня просто они сделали на Динамо, да, я благодарен очень, да, тоже красиво все сделали, но я взял без всяких там выкрутаться, пригласил всех ребят, всех тех, которыми я играл, с женами, всех. Они мне говорят, Игорь Иванович, так ты один это сделал в Киевском Динамо, ты один, который нас и девчонок всех пригласил, то есть ты один, говорит, это сделал. Посмотри, как это правильно и здорово, а какие у них были лица, они же друг друга увидят. увидели, встретили, ну это же просто так должно быть. Это правда, что сына Валерика вы назвали в честь Валерия Васильевича? Да, правда, конечно. Он знал об этом, Валерий Васильевич? Валерий Васильевич, да, я ему сказал, конечно, в честь вас назвал и был разговор очень хороший, я вам очень благодарен, говорю, вы мне дали путевку в жизнь. У него были какие-то человеческие эмоции, когда вы ему об этом сказали? Он засмеялся, все, он старался не показывать, он никогда не показывает свою слабость. Это, наверное, правильно, и очень многому он научил и нас. Как можно показывать свою слабость? Как? Сидя сразу. Человека нет, он умер. Вы, интересно, говорите о нем. Он никогда не показывает. Вот я заметил, вы несколько раз говорите о нем не в прошедшем времени. Я не могу, я не могу поверить. Он очень часто мне снится. Снится? Да, очень часто снится. Очень часто снится. И я вот был пару раз на кладбище, я спокойненько, я без этих всех пафосов, я приезжаю, положил все точки. Мне приятно, я не очень. Сейчас никакая не реклама, поверьте мне. Это уважение к человеку, которого я люблю, уважаю, который всю жизнь буду ему благодарен. И если я назвал сынов через него, это уже говорит о многом. Футболисты боялись Лобановского? Нет, не все. А, не все? Не все, не все. То есть были и те, кто не боялся? Нет, были и те, которые не боялись. Ну, я в том числе, как бы туда вхожу. Как можно его бояться, если ты его знаешь? Когда ты человека не знаешь, когда он сидит, конечно, и у него все такой, он весь агрессивный, понятно, да? А когда ты его знаешь, когда ты с ним общаешься постоянно, он улыбается, очень симпатично, кстати, улыбается. Да, да, да. Ну, классно улыбается тоже. У него это почаще было улыбаться, но он стеснялся улыбаться, что интересно. Он стеснялся улыбаться, даже не показать футболистам, чтобы они расслаблялись, ты понимаешь? Я его запомнил очень большим психологом. И иногда мне казалось, что он в совершенстве владеет гипнозом и некоторых людей гипнотизирует. Во всяком случае, он на них действовал при мне, как просто удав на кролика. Вы замечали в нем такие задатки гипноза? Ну, вообще-то интересно, у меня сейчас подбросил тему, да, ну, да там, наверное, может быть, что-то есть такое, да, но гипнозом может заниматься сильный человек. И чувство юмора потрясающее. Чувство юмора, конечно, да, это точно. У нас было один раз, я помню, мы, ребята, не могли уснуть. И, ну, по бокалу пива надо было выпить, по-любому. После матча, потому что снять. Ну, а Валерий Сич никогда не ходит по этим всем. Для этого команд был. Да, там никогда не ходит никто ничего. И мы себе сидим, ну, только бокальчик только налили, все, и там, ну, разговариваем, какой-то матч хороший, и все, и тут такой стук в дверь, фамилия, ключи, и мого отчества. Он так спокойно. Демьяненко, небось, ключи. Да, да. Валерий Васильевич Лободовский. Он так и стоит, щук-щук-щук. Ну, он как бы сделал вид, что молодец, профессионально. Он понимает, что надо футболистам, там же нету чего-то сумасшествия, так вот он напивается все. Он понимает, что надо какой-то бокал, это профессионально очень здорово. А самому на базе как жить? Да, как ты можешь, да. Так он понимает, что мы собрались, ребята, мы никуда не деваемся. У нас нет дурдома там какого-то, да. То есть по бокалу пива ребята могут выпить спокойно. Но вот это вот, потому что не юмор, Валерий Васильевич Лободовский. Я так, щук-щук, а на следующий день надо было видеть, что было. Ой, блин, рыгали, короче. Да, тренировка. Тренировка была веселая. Все вышло. А когда Валерий Васильевич вернулся в Киев, с другим лицом, с другой фигурой, другой, вы общались с ним по душам, разговаривали уже не как футболист и тренер, а как тренер и тренер. Да, разговаривал, конечно. Это было в Мариуполе, было, когда я был руководителем Мариуполя. Он мне очень хорошие слова сказал тогда. Я был, я сидел у него дома. Я первый раз там с ним рюмку коньяка выпил, да. Для меня это было, я говорю, Валерий Васильевич, но я уже, наверное, имею право, говорю, я извиняюсь, говорю, ну, он говорит, ну, давай, хорошо, ладно. У него в Киеве дома, да? У него дома, в Киеве. Я спросил, вот скажите мне, вот чем мне сейчас заняться? Я вижу, что, может быть, тренерская работа, это не очень мне как бы это нравится. Мне начнут что-то говорить и рассказывать, я буду психовать, и толку от этого никакого. Причем мне, говорю, жалко иногда футболиста, потому что я сам в этой шкуре был. Я говорю, я не могу, как вы, держать вот так это все в себе, я могу это выплеснуть и не принесет пользы. Он говорит, ты очень полезен, тебе не надо, говорит, заниматься тренером, вот так его слова, тренером быть. Ты очень полезен будешь в команде, потому что у тебя есть и психология, то есть он говорит уже, не хваля уже, я ему уже как бы там, да, не играй в его команде, все, мы как друзья разговариваем. Ты очень полезен будешь своим именем в команде, ты можешь принести очень много пользы, общаясь с теми же футболистами. То есть ты прошел в школу, он не говорит Лобановского, в школу Киевского Динамо. Ты будешь очень полезен молодым футболистом, тем, которым надо вот брать пример с кого-то, потому что ты как самородок, тебя никто не готовил нигде, ты как самородок, ты вот выплыл, ты должен это все рассказывать и говорить об этом людям. Я сейчас стараюсь, вот этот мяч, например, я уже везде, где его только не ношу, в каком районе, в области, вот сейчас в Виннице, кстати, с Олегом Блохиным мы открыли школу, на сессии это провели уже, в Виннице, я выступал там на сессии, в Одессе, детскую школу провели, все, там будет уже школа создана, в Одессе у меня школа. Вот такие школы, я не говорю только про Олега Блохина и Биланова, нет. Я говорю, в общем-то, надо создавать, чтобы те имена, которые на себе что-то сделали, сотворили. Есть же ориентиры, да. Да, ну как можно сейчас, наша молодежь должна воспитываться на этом. Возвращаясь к тому, что Лобановский вам сказал о том, что вы можете быть в команде. Если бы сегодня, чисто гипотетически, вы были в Киевском Динамо, вы нашли бы слова, чтобы достучаться до футболистов, чтобы они хорошо играли, или пришлось бы руки, ноги применять? Ну, Дим, это сейчас я начну себя хвалить, тоже неправильно будет. Я могу только один пример привести, где мы с Сашей Заваровым работали в швейцарском клубе, в Вилле, да, я был президентом. Их надоело, они проигрывали все время, тоже команда была такая. Значит, и я говорю, Саш, надо что-то делать, давай что-то, надо с ними разговаривать. А я так еще тогда по-немецки хорошо говорил уже так. Я беру эту газету, где их там поливает, этих футболистов всех, и сажаем их вот каждого, и посадили, и говорю, ребят, а нравится вам, говорю, что про вас пишут, капитану говорю. Нет, хотя немцы, там, швейцарцы, они же, вам нравится, говорю, как вас поливает? А что, у каждого, у кого из вас нет детей? И вам никому не хочется заработать денег? И вам никому не хочется оставить след в футболе? Его же волтузят, я не знаю, как уж так у вас уже. Они смотрят, как на инопланетян. Да, да, и что самое интересное, пожалуйста, вот у вас все есть. Вы что, не можете, блин, вижу, что вы можете играть в футбол. То есть я как бы их даю им оторваться и говорю, что вы же умеете играть в футбол. И вам не стыдно, у вас же у всех там жены, у вас семьи, вам же надо жить дальше. Что же вы жизнь прожигаете просто, можно сказать. Хорошо прожил, но зря. Да. Что произошло? Шесть игр, мы выиграли Кубок Швейцарии. Вот этот маленький вид. Мы выиграли с Сашей Кубок Швейцарии. По одной простой причине. Потому что вот первое, вот эти, мы с ним слова сказали. Второе, начали завозить. А потом били. Да, а потом начали завозить на базы, как Валерий Васильевич. И после тренировки уже не на полполя, забегание на это все. И у них появилась физика, у них появился дух, у них появились деньги, мотивация стала лучше. Так они выиграли все, что могли. А вы не смотрите на Шараша про тренера Газмяса, нет? Да, ну можно, смотрю, я умираю, конечно, от него. Он красавец, конечно. Голостян. Надо что-то такое применять? Может, надо наших динамо-ки в дубасе так заходить? Я же вас подвожу технично к этому вопросу. Я думаю, не поймет. Там половина ничего не поймет. Возвращаясь к мотивации, я знаю, что когда французы приехали вручать вам золотой мяч, вы два дня водили их по увеселительным заведениям Киева, потому что у вас не было своей квартиры и вам не было, куда их привезти. Да, была квартира, только она была на площади Победы. А мы играли какой-то матч, и у меня последний этаж был, девятый этаж. Так что лучше вид был? Да, прямо над цирком. И крыша потекла. И у меня, когда я пришел домой, у меня там книги стояли, все, это все подпадало. Они мне говорят, Игорь Иванович, надо вас посмотреть, фотографировать дома, чтобы красиво. У нас не было вот этого сейчас, то, что сейчас у них там дают, у нас этого не было. Кому сейчас скажешь? Дима, я два года, молодежи надо говорить, два года проиграл, пока я получил нормальную квартиру, которую я уже пришел к Валерусе Ильичу, и говорю, Валерий Ильич, я ее заслужил. Сувесть имейте. Да, я ее заслужил, а он мне говорит, забьешь два мяча в Вене, говорит, получишь. Рапиду. Рапиду, да. Забьешь два мяча в Вене, получишь. Пришлось. Я говорю, вы отвечаете за свои слова? Вот откуда у меня была эта уверенность? Я не говорю, что я знал, что я забью, но запомни, какой второй гол был. Потрясающе. Какой был второй гол, запомни, когда я забил, непонятно откуда, да, вместо 100 стоил. Это 5-0 или счет был? Ну, 4-1 выиграли. 4-1, да. Второй я забил, там, головой непонятно откуда. Яковенко забил, там. Паша и Вася раз. Да. Я два забил. Вот, я два забил, я прихожу, Валерий Ильич, говорю, Валерий Ильич, здравствуйте. Здравствуйте, я выполнил, а жена стоит, ребенок стоит, Кристина, я выполнил ваши, говорит, да, молодец, хорошо. Вот там, вот Олег Демьяенко, вот мы вместе будем, там, за площадью Победы, там, на Загубанского. Да, молодец, говорит. Я пошутил. Он мне говорит. А, Валерий Ильич, вы пошутили? Ну, значит, вот сейчас, вон, моя там жена с ребенком, на улице стоит, сейчас я ее сюда к вам приведу, и вы с ней шутите, сколько вам хочется, а я поехал в Одессу, и выхожу с этого, ну, вот, в этом даже не дает расслабляться. Выхожу, он говорит, а, стой, иди забирай свою квартиру. Ну, вот, сам факт, даже здесь, он тебя, все равно держит на, чтобы ты был профессионалом, да, ну, сказал бы, все, иди уже, нет, та, стой, уже, иди, говорит, зачем мне жену, что-то я буду видеть, зачем? После того, как вы вернулись из Германии, спустя какое-то время, говорили, что вы занимаетесь серьезным бизнесом, связанным с металлом, в том числе и в Мариуполе, это был очень серьезный бизнес, вы пытались стать олигархом, или вы примерялись? Это серьезный бизнес, ну, немножко сказано, немножко так, как-то так, я помогал, заниматься моему тестю, да, уже он серьезный металлорг, и я ему помогал, как бы, заниматься, причем, это 3-4 года нормально, работа была, и нам шли на уступки, Ну, удалось заработать? Да, нам пришли, нам, я зарабатывал больше, чем за границей всех. Сегодня вы твердо стоите на ногах, я почему это спрашиваю, потому что, очень много выдающихся футболистов прошлого, ну, еле сводят концы с концами, и на это больно смотреть. Вы твердо стоите на ногах, уверенно смотрите в завтрашний день? Я могу уверенно сказать, что я твердо стою на ногах, и причем, есть такие еще слова хорошие, мера достаточности. Вот у меня она есть. Всегда важно знать, где она. Мера достаточности я могу и при больших деньгах, и при маленьких деньгах жить. Я не капризный человек, я для жизни мне надо, чтобы, в принципе, сейчас все есть, для жизни только надо, чтобы было хорошие друзья, хорошие отношения, классная, хорошая работа, которую ты любишь. Твоя именно работа, которую ты можешь смело прийти, душу отдать, и кого-то может подготовить где-то. Ну, если это будет так продолжаться, это может быть сейчас не та моя работа, конечно, может быть, но надо с чем-то сейчас заниматься. Я пытаюсь созидать, что-то сделать, потому что этого не было раньше в Одессе. Сейчас я пытаюсь это сделать, хотя немножко это не мое, но уже начинаешь как-то так все-чуть что-то уже понимать, немножко в политике, хотя я не говорю, что я политик, ради бога, и не стремлюсь туда, потому что я понимаю, что мне тяжело будет, мне хочется каждому человеку верить. В политике это невозможно. Там невозможно, там надо бежать оттуда. Там каждому не верить. Возвращаясь к клубу Виль, я знаю, что вы купили его вместе с Заваром и Перепаденко, и совершенно ошарашенные швейцарские журналисты считали вас русской мафией. Да. Доходило до того, бандитами называли, считали русской мафией, дошло до того, что вас положили где-то лицом на пол. Это было или нет? этого не было. Этого не было. Не нас называли именно, а называли так в Скольск фабрехеры. Фабрехеры это как бандиты. Ну, русская мафия. А мы все, югославы, русские, украинцы. Мы все до них, они только одни, крутые, козырные, остальные все, куда нам до них, ничего себе. Хотя, если на них посмотреть, то они как цыгане, если честно. Зато золото у них, и часы, и сыр. И работать же не хотят, все самое интересное. А зачем работать, золото есть? Вот мы когда пришли, они, дедушки, сидят и пьют кофе. А мы тут пришли, прессивных, слышишь, пришли тут налаживать атмосферу, да, Лобановского хотел сделать, школу, мне хотел, у меня плана было там миллион вообще. А потом, когда я посмотрел, мы выглядел в Швейцарии, извини, что я тебя перебил, выглядел в Швейцарии, а когда смотрю, им просто до одного места. Им главное, первое, это теннис и лыжи. Все. А футбол у них на третьем месте. А еще есть и русские выиграли. Ничего себе. У них столько золота в банках, что им не надо работать. Я удивляюсь, почему вы, имея столько золота, до сих пор пытаетесь работать. Ну, хочется какую-то пользу продавить, чего-то. Ну, я понимаю, так же мы не можем сесть правильно. И надо что-то делать. Ты же тоже, тебе это интересно. Это же твоя работа, ты разговариваешь, общаешься с людьми. Ты смотришь на них. Ну, это здорово, наверное. Я читал, что ваш любимый фильм «Однажды в Америке». Да. Почему? Ну, там история показана. То есть, ну, наверное, ну, прямо нельзя сказать, что это прямо самый мой любимый фильм, но мне он почему-то очень нравился, потому что там воспитывался вот с детства. Как я уже забыл, фамилия, господи. От Роберта Де Ниро. Роберт Де Ниро, да-да. Роберт Де Ниро, правильно, меня подсказали, правильно. Вот. И он, показывали его детство, как он рос, как все это происходило. Немножко, как бы, на меня чуть-чуть это похоже, чуть-чуть так, знаете, как было детство такое-такое-такое-такое, потому что, я же говорю еще, и бандитизм был там, и все, что хочешь, молдаванки вылезти там. Молдаванки, конечно, самый бандитский район Одессы. Ну, как оттуда? Там сейчас нет моих друзей, никого в живых. Все погибли. Никого, половина там, наркоманы, не узнаешь вообще, деды старые. На чем вы сегодня ездите? На кой машине? БЛВ. Шестая модель. А вот показывали недавно. Я себе просто номера сделал, как бы, память Б-10 и футбольный мяч. Да, так аккуратно, скромно, но это уже мое десятка. Как менялся, вот интересно, ваш автопарк, первая машина какая была? Ой, это была бомба вообще. Запорожец? А, самое первое, или вы имеете ввиду Заворец? Самое первое. Самое первое, это был мотоцикл Ява. За ним? Москвич. Москвич. Потом я уже пересел на шестерку, потом пересел на Волгу. Вы были серьезным человеком. По-настоящему, смотрите, не было у меня такого, как у молодежи сейчас, они сразу в Мазерати, а потом непонятно что. Потом второе в Мазерати. Потом Роллс-Ройс, да? А потом не увидишь ни Роллс-Ройс, ни этих детей. Потом так по-настоящему, потом я приехал в Барус-70 Лас-Бах-Мерседес был и вот так БМВ, Мерседес. Вы получаете удовольствие от вождения? Нет, у меня как средство передвижения. Я не получаю, я не гонщик. Я на поле быстрее. Самый быстрый футболист, быстро ездит, интересно. вообще нет, причем не скрывай это. Я очень люблю, я с Германии приехал, мне все удивлялись, я постоянно пропускал всех, а там же принято все, идет пешеход, я раз остановился. На поле никого не пропускали. на поле нет, а тут, да, можешь только ехать, если будешь так, тебе надо запоролить, по-моему, а не БМВ или Мерседес. Вы всегда очень стильно одеты, я это заметил давно, у вас всегда с иголочки костюмы, аксессуары, идеальная такая, идеальная форма. это привитое или так было всегда с детства? Это, скорее всего, привитой мамы моей, да, но столько, сколько мы проездили, ну, хотя, может, это не показатель, ну, наверное, это с детства привитой матерью. Матерь, ну, что вкус у меня есть и хочется, сейчас повторяю, мне надо выглядеть, потому что вот заставляет, вот это все заставляет, и очень рад, что оно меня заставляет. Я-то что, вот он. Да, да, вот это вот этот парень. Вы часто сегодня играете и тренируетесь? Да. Часто. правда, сейчас месяц травму получил приводящую, да, а в основном два раза в неделю у меня тренировки и игра. С кем? Динамо у нас команда. В Одессе? Динамо, это милиция, 6-й отдел, и вот такой вот. Но они рубятся нещадно, вы не боитесь травмы получать? Бьются до такой степени, что просто я уже иногда, не, меня не трогают, меня уважают. Я еще и судья, я еще и сужу. Но они как доверяют мне, потому что они понимают, что я не буду. Судите честно? Сужу очень честно, все равно ничего не подходит. Я говорю, вам сюда хоть Калину привези, толку никакого не будет. Вы как-то признали, что часто играете в Москве, причем в бункере Сталина, что вы имели в виду? В бункере Сталина, это я вместе с Шойгу, Грызловым, Жуковым, администрация всей, я с ними проездил где-то 21 город, когда они еще выбирались тогда в Думу. Единство. Единство было. И вот я и Олег Блохин, мы с ним проездили, с ним 21 город. И вот после этого я там как бы стал вхожь туда, и я могу хоть сегодня приезжать, они по две тренировки у них в неделю. Смотрите. Да, в воскресенье у них, причем они привлекают туда всех. Там вот Жванецкий, Михалков, есть ребята известные, футболисты. А бункер Сталина? Поповодители. А бункер Сталина там у него, прямо у него, в Шойгу, прямо над этой территорией. Да, там приезжают туда все артисты, все смотреть все там. У нас туда водили, там бункер Сталина, где он там жил, показывает, где он там проводил. Все. Ну, очень интересно. Вы неоднократно говорили, что тренировать это не ваша работа, тем не менее, я знаю, что Игорь Суркис предлагал вам в свое время стать спортивным директором Киевского Динамо. Почему вы отказались? Наверное, из-за атмосферы, которая происходила тогда в Киевском Динамо. Понимаю, что, еще раз повторяю, что если меня будут мной командовать, то мне это неинтересно. То есть, я хочу то, что я понимаю, в чем я разбираюсь, хочу это приносить. Хочу сделать комплименты Игорю Михайловичу. Молодец, даже при всем, при том, что я говорил, что он бывает иногда, что ставит состав, он мне говорит, я такого никогда не делал, я говорю, ну, я же это слышал. Причем, хочу журналистам сказать, ну, ладно, была одна какая-то статья интересная, где Игорь Михайлович сказал, что ему понравился, послушайте, ему понравился футболист там в Сюгославии или откуда, и он решил его пригласить в команду. Ну, если он мог сказать, ну, журналисты, зачем вы это пишете, есть старший тренер, Игорь Михайлович, не футболист, то есть, понятно, в чем он силен, то он силен, он спрашивает должен с тренера, да, но не говорит, что я хочу пригласить к себе. Ну, журналисты это пишут, спортивные журналисты это пишут, зачем вы это пишете, там же есть тренер. У Валерия Алексеевича Лобоносова кто-то может сказать, кроме него, что он приглашает в команду. Я хочу зачитать ваши слова, вы сказали, получая в Монте-Карло очередную награду, я испытывал двойственное чувство, гордость за Украину и свою ненужность на родине. Вы ощущаете сегодня ненужность на родине в плане футбольном, профессиональном? Да, ощущаю, конечно, ощущаю, но жаловаться не хочу, потому что у каждого своя судьба, раз, второе, не каждый должен там под меня подстраиваться, да, но просто хочется, почему я это говорил, это очень хорошие слова, хорошие, но я почему говорил, потому что я хочу быть полезен, и все. Я вот шел на премьер-лигу, к примеру, да, тоже же маленький пример, да, но почему должны каждый, каждый заниматься своим делом? я ничего не имею против Данилова, ради бога, я его не знаю даже, честно скажу, не знаю, но он мне сказали, что он борец, причем здесь, я не могу понять, футбол, вот здесь какая-то разница, если бы я, например, когда баллотировался вместе с ним, да, баллотировался с футболистом, к примеру, Блохиным, там, Михаличенко, Заваров, я еще могу понять, но я говорю, работайте, ребята, только работайте в своей сфере, и все, я только это хотел, причем я не сильно стремился прямо там все кому-то доказать, но для меня интересно, я извиняюсь, Дима, для меня это интересно, для самого, потому что я получаю, вот даже от этого удовольствие, потому что я расту, я расту, просто я понимаю, ага, надо не расслабляться. Вы расстроились, что евро в Одессе не будет? Я очень расстроился, причем я, не знаю, для меня, бывший мэр, тоже, который, я вижу, что его футбол не любит, ну, это такие вещи, ну, как можно не сделать так, чтобы у нас был евро, я еще в последний день в шоке, как Одесса может не получить евро? Одесса. Одесса, как, там готовилось, там, я не знаю, все, все, что угодно, кто-то в чем-то, где-то один человек не сошелся, или в бизнесе, или что, я не знаю, я не лезу, это слухи, но как можно забыть про миллионный город, про Одесситов, с такими традициями, с таким, я не знаю, с такими футболистами, которые там выросли, тоже, там же история тоже есть, серьезная, и вот так вот все испохабить, ну, вы мне извините, ну, я не знаю, я в шоке. У сборной Украины под руководством Олега Блохина на Евро, на ваш взгляд, учитывая сложную группу, есть шансы? Есть шансы, почему нет, мы уже на эту тему с ним говорили, причем, шанс будет один, если журналисты не будут его доставать все время, что у них супер подгруппа, да, если они будут говорить, ребята равны, тут же иногда и ушами слышишь, тот же футболист слышит, сейчас я вышел на поле, мне говорят, вот сборная там Франция, помните, я давал интервью, я говорю, а для нас было поборовано, что сборная Франции, а там куда бежать, кого держать, 86-й год, да, мы знали, что мы сильные, и все, на парк Де Пренс 2-0, да, мы могли и проиграть, нет проблем, сильная команда, все же играли в футболе, но возили их так, что ли? Возили, и ничего они не могли сделать, поэтому я говорю, да ничего тут страшного нету, сборная Франция, например, она, сейчас у них там спад, вот испанцы, это плохо было бы, испанцы, немцы, голландцы, ну, если ты прекрасно знаешь, что все 15 команд, по рейтингу, они на первых местах, по рейтингу, там нету, это самый сильный будет чемпионат Европы, самый сильный, сколько у вас детей? Трое, это мальчики, девочки? Два мальчика сейчас, в Одессе зовут, а девочка здесь, сколько лет? Кристине? И ребятам тоже? А, ребятам 9, Валерке 11, Виталику 6, или 7 уже, по-моему, 7, футболист, заядлый, страшное дело, Кристина уже большая, здесь живет, другая семья, все другое. Скажу честно, я все, что я мог в плане квартиры, кроме всего, я все сделал. А я почему-то не сомневаюсь в этом. Да, у меня совесть чиста перед всеми, с кем я это вот, я стараюсь уходить и понимаю, что я мужчина, я сам себе могу заработать. Сколько раз вы уходили из семьи? Из семьи? Сейчас у вас третий брак? Нет, сейчас у меня нет брака. Нет брака? Ну, мы не расписаны. Ну, мы не расписаны. Это третья попытка? Вторая. Вторая была. Вторая? Вторая. У меня третьей нет попытки. Это вторая попытка? Хватит мне уже две попытки. Мне две попытки хватит. Чем занимается ваша вторая попытка? Ну, папа, она работает, она папа бизнесмен, очень серьезный. Металл, Да, металлом занимается, и она у него, естественно, кому папа может доверить, как не ребенку своему? Ну, если брать по жизни, то, ну, сильный человек, и она очень сильная личность. Не берусь судить, кто из нас лучше, но это жизнь, она покажет. Есть дети. Сколько вы вместе уже? Ну, прожили где-то лет 7, наверное. Вашим детям вы уделяете внимание, вот вам удается равномерно его как-то распределить? Сейчас немножко меньше получается, потому что я работаю, я не успеваю, он как бы ребенок, Валера у меня занимается теннисом, и к нему ходит учитель, то есть он по индивидуальной программе, потому что там серьезно начал заниматься теннисом, ему нравится. Вот он сегодня давал интервью, прям я сегодня даже удивился, на 2 плюс 2, у него взяли интервью, он 11 лет, и я так говорю, ничего себе, он, по-моему, лучше меня уже говорит. Хорошо, так ребенок говорит, прям так слаженно, все, красиво, все. Виталька, футболист, по-моему, будет неплохой, если, я не хочу их грузить. Рано. Я не хочу их грузить, я не хочу, вот ему нравится, Витальке нравится футбол, я вижу. Я пытаюсь не влиять на тренировок, я пытаюсь ни на кого, вот они пусть работают все, они только со мной посоветуются, что мы говорим, я говорю, пожалуйста, не выделяйте никого. Меня, говорю, никто не выделил. А сейчас будут говорить, что Биланов, что это за игра уже будет. Вы, я знаю, домосед, вы не любите куда-то выбираться, не любите тусовок, для вас это не ваше, да? Да, я очень люблю природу, я очень люблю, у меня очень хорошие близкие друзья в Виннице, и председатель рыбалсовета, и кооперация, там очень друзья, там на Бугу красивый дом, корты, природа, море, бух, то, что мне, ну, я очень люблю рыбалку и охоту. охоту я, может быть, и такой охотник, как, мне сам процесс интересен. Когда ты утром рано встаешь, когда ты идешь и ходишь на природу, когда ты ходишь по лесу, получаешь адреналина, там, бомба пробежала, что-то. Если они пробегали все мимо меня, то, поверьте мне, у нас в лесу было полно дичи, я говорю, чего они не бегут мимо меня? А я, кстати, был на Камчатке, очень великолепно, там, просто, где медведи ходят, даже я сначала боялся выйти, почему-то адреналин пропал, где-то час мы возле лодки стояли, потом, что-то мне захотелось сто метров от этих от лодки, не знаю, откуда это, не, тоже не хвастаюсь, а не могу понять. Отошли? Отошел от лодки, да, и поймал сумасшедшую рыбу, 17, где-то там, килограмм, а тут чувич, вот, из красной японии. И я не мог ее вытащить. И я кричу, товарищу, говорю, иди помоги, он говорит, да пошел ты, говорит, это пошел, да какая там рыба, там медведи ходят. Я поставил сзади палку, поставил кепку, естественно, медведь не может, он боится, когда кто-то выше его, говорят так, не знаю. А я потом спрашиваю егеря, говорю, а что делать, если, ну, уже вышел медведь, что делать? Он говорит, да ничего, проверили бы, как ты в Бексике бегал, Я говорю, а если честно, я говорю, а если честно, у тебя шансов ноль, он тебя поймает, где хочешь, что дерево, что вода, он бежит, догоняет оленя, где-то около 60 км в час не бежит. И пропадает, вот я не могу понять. Сначала боялись даже близко выйти. Почему таких в Динамо не приглашали? С такой скоростью? Надо воспитывать, чтобы они воспитывались, я еще раз повторяю, у бабушек, у деревни, где они должны были. И вообще, с детства тяжелое, надо, наверное, пройти, наверное. Ну, не надо, конечно, всем проходить, но просто есть с чем сравнивать. Я хочу еще раз вас процитировать. Вы сказали, я спортсмен и хочу смотреть на себя в зеркало без стыда. Я знаю, что вы одно время интенсивно работали с железом. Вы продолжаете это? Продолжаю, только чуть-чуть меньше сейчас, у меня не так есть времени, но у меня рекорд 130 кг, жим лежа. Неплохо. Да, никто не верит, никто не верит, они говорят, футболист не может это сделать. Я говорю, пожалуйста, выходите в спортзал. Я пришел, показал им, тренер был рядом со мной. Причем, это было золотое сечение, если ты знаешь, такое золотое сечение, где сначала 21 раз надо выжать там 70 кг, потом 13 раз надо выжать 80 кг, потом 8 раз надо выжать 90 кг, потом 6 раз надо выжать 100 кг, потом что-то 3 раза надо 110 кг, потом и меня доводят до пика, где я уже на этом всем, на этом фоне и вот это один раз выжал 130 кг. Неплохо. Да, то есть от нагрузки получаю, получаю, иду, 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 так меня готово, называется золотое сечение. Вы кайф получали от того, что преодолевали себя и килограммы, правда? Где? В зале? В зале, да, во-первых, от получаешь кайф и от тела у тебя не дряблое, то есть оно такое упругое, ты понимаешь, что еще все-таки не молодой, надо еще нравиться и женщинам тоже, на всякий случай, ты должен быть в форме. А всяким может быть случай, как в анекдоте. Всякие случаи бывают разные, да, ну, наверное, не важно, что это только женщина, важно, что ты должен быть в форме и тебя люди помнят. Я знаю, что вы благодаря занятию с железом победили боли в области позвоночника, хронические боли. Да, у меня были, у меня очень, у меня была ключица сломана, в детстве я упал с лестницы в школе, даже не помню, очнулся только в больнице, была сломана ключица и я вот за счет этого жима лежа, за счет вот этих всех растяжек, потому что я немножко был такой сутуловатый и потихоньку начинаешь себя хоть как-то расправлять. Ну, и чувствуешь себя лучше, по-другому себя чувствуешь, совершенно. Когда выходишь оттуда, ты понимаешь, что у тебя какая-то есть чуть-чуть там, ну, не Шварценеггер, конечно, а сил какая-то. Шварценеггер, как говорит Забурна. Вы родились в Одессе, вы коренной одессит, родились причем на Молдаванке, на улице Мясоедовской, которая, как в песне поется, улица родная. Мясоедовская, милая моя. Да, да. Чувство юмора, присущее каждому, наверное, одесситу, у вас есть? Есть, конечно. Если бы мне его не было, то было бы сложновато в Одессе. Но расслабляться нельзя, там с этим юмором совсем нельзя расслабляться. В заключение нашей прекрасной, на мой взгляд, беседы я просто попрошу вас, чтобы проверить ваше одесское чувство юмора, рассказать анекдот. Анекдот? А, ну, пожалуйста. Абрам умирает, лежит на койке и говорит, Сарочка, пойди и купи себе золотое кольцо. Не знаете? Нет. Золотое кольцо. Сарочка ему говорит, какое кольцо? В чем же ты умираешь? Ждем на кольцо. Пойди и купи. Ну, пошла она, купила золотое кольцо, красивое, с бриллиантами. Говорит, Сарочка, пойди купи красивое платье. Ну, зачем мне эти платья? Здесь же ничего не понятно. Ну, пошла купила. Сарочка, еще, пойди купи себе красивую шубу, говорит, самую красивую шубу. Зачем мне это все надо? Ну, ладно, пошла купила. Ну, все. А зачем тебе это все? Он говорит, слушай, если смерть придет, может, ты ей больше понравишься? Я благодарен вам за прекрасное интервью. Я благодарен вам за мою юность, за прекрасные эмоции, которые вы, ваши товарищи по команде, мне лично дарили. за этот золотой мяч, благодаря которому и Украину, и Советский Союз тогда больше узнали в мире, за то, что есть люди, на кого хочется равняться. Я очень хотел бы пожелать вам дальнейшей самореализации с вашим стержнем, с вашим характером. Вы добьетесь многого. Спасибо вам. Спасибо вам огромное, Дима. Спасибо за... Хочу еще раз хочу извиниться за то, что не смог так... Столько раз себя мучил. ты меня прекрасно понимаешь. Теперь мы друг другу как бы хорошо уже так лучше знаем, да, намного легче будет и, в принципе, и общаться, и все. Ну, я тот человек, который... Не говорю, что надо прямо, чтобы меня все любили. Просто, если я вижу, что есть уважение, я тогда душу отдам и все отдам, и тогда... Не люблю кривить душой, не люблю... Я лучше уйду и никого не буду трогать. Для меня вот Одесса, ну, мой родной, любимый город, поэтому я буду все время там. А тебе огромное спасибо и еще раз извини, что было не так. Спасибо. Спасибо. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був видатний бомбардир київського динамо та збірної Радянського Союзу, кращий гравець Європи 1986-го року Ігор Біланов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова